Библейский портал экзегет.ру представляет Спят друг с другом и, казалось бы, давайте как-то обойдем это молчанием, не надо этих нам подробностей, но мы уже читали про всевозможные нечистоты, про истечение из тела, уж тем более это касается, вот такая книга будет касаться вопросов половой или сексуальной морали, что допустимо, что недопустимо, почему. Об этом 18 глава. Я напомню, что основной мотив книги Левит «Будьте чисты, говорит Господь, потому что я свят». А что значит быть чистым? А это соблюдать определенные правила, это не вообще абстрактно жить духовной жизнью и не делать людям плохого. Это очень конкретный набор правил. Пусть он довольно примитивен и конкретен, но мы говорили, вот как детей и малышей приучают не есть с пола, не тянуть в рот гадость, что-то еще такое самое простое и естественное. Вот так и здесь. Сначала самые простые, конкретные, понятные вещи. Потом уже будет высокая нравственность. «Господь сказал Моисею, возвести сынам Израилевым, я Господь ваш Бог, не подражайте обычаям Египта, где вы жили, обычаям Ханаана, куда я вас веду, не следуйте им законам, мои законы соблюдайте, мои предписания исполняйте и следуйте им, я Господь ваш Бог, исполняйте мои предписания и законы, они несут жизнь тому, кто соблюдает их, я Господь». Вот, пожалуй, нигде больше в этой книге так долго и подробно не мотивируется то, что будет введено дальше, потому что дальше вещи, которые касаются сексуальной морали, да, и поэтому люди особенно, наверное, сильно искушаются в данном отношении, и у них очень сильные мотивы нарушать эти требования, поэтому нужна сильная мотивировка, чтобы они этого не делали. И это здесь дается, я Господь, вы мой народ, вы должны быть святы, вы не должны делать того, что даже может считаться нормальным в Египте, в Ханаане, ой, сколько раз я это слышал, а так во всем мире, а так везде делают, а у них там еще хуже, какая разница? Мы это мы, а они там, это отдельная история, давайте про них, пусть они сами заботятся. Итак, пусть никто из вас не приближается к родственнице, не обнажает срам ее, я Господь. Обнажать срам – это, конечно, ну, вступать в отношения сексуальные, это понятно, просто сказано вот так, описательно. Значит, с родственниками не вступать в эти отношения. Более конкретно, не обнажай срам отца с матерью, срам матери не обнажая на твою мать. Не обнажай срам жены отца твоего, это все равно, что обнажить срам отца твоего. Значит, даже если отец, например, умер, да, вот, и, кстати, конкретная ситуация, восстание Авесалома против Давида, он входит к наложницам Давида, своего отца, обнажает их срам. С этого момента понятно, что пути назад нет, он переступил некую красную черту, публично причем переступил, так, чтобы все видели. Не обнажай срам своей сестры, будь то дочь твоего отца или твоей матери, соответственно, бывают сестры и братья неполные, да, сводные. Общий только отец или мать, неважно. Рождена ли она в вашей семье или в ней ее, не обнажай ее срам. Не обнажай срам дочери твоего сына или дочери твоей дочери, это все равно, что обнажить свой собственный срам. Не обнажай срам дочери жены твоего отца, рожденной от твоего отца, она твоя сестра, не обнажай ее срам. Не обнажай срам сестры твоего отца, она плод твоего отца. Не обнажай срам сестры твоей матери, ибо она плод твоей матери. Не обнажай срам брата твоего отца, не подходи к его жене, она твоя тетка. Не обнажай срам своей снохи, она жена твоего сына, не обнажай ее срам. Не обнажая срам жены брата твоего, это все равно, что обнажить срам твоего брата. Зачем такой длинный перечень? Сказано уже родственницы, никакой родственницы нельзя. А кто-то скажет, что она не родственница, она мне только по браку свойственница. Она жена моего брата, например. Кстати, насчет жены брата. Тоже евангельская история у нас на эту тему есть. Царь Ирод, который увел жену своего брата Филиппа. Из-за этого его Иоанн Креститель обличал очень сурово. И потом все это плохо кончилось. Иродиада, та самая жена брата, она подстроила так, что Иоанна казнили. Был ясно выраженный запрет. Вот тот самый случай. А так бы он сказал, ну мало ли. Но в конце концов мы свободные взрослые люди. Мы сами решаем, как мы живем. А это вот запрещено. Не обнажая срам женщины и ее дочери. Имеется в виду, тогда же было многоженство. Не женись на матери и дочери одновременно. Не бери в жены дочь сына твоей жены или дочь дочери твоей жены. Это значит обнажать срам жены. Ведь все они одноплоть делают такую мерзость. Не женись на сестре твоей жены. Не делай у соперницы жены твоей. Кстати, патриарх Иаков это сделал. Но ему как бы подкинули другую сестру. И потом это в запрете тогда еще не было. Это было раньше. Не делай соперницы жены твоей. Открывай ее срам при жизни сестры. Ну то есть вот здесь уже немножко другое. Не только не женись на своих родственниках. Но не женись на женщинах сразу нескольких или двух хотя бы, которые между собой родственники. Не смешивай это. Опять-таки вот в книге Левит мы видим такие жесткие категории. Вот должно быть все мейнстримно, как это называется сегодня. То есть вот должно быть так, как оно выглядит в наиболее чистом, полном и многозначном виде. Как можно есть животных жвачных и парнокопытных, да? А других нельзя. Если только одно из этих свойств, жвачность либо парнокопытность, как, соответственно, у зайца и у свиньи. Нет, нельзя ни в коем случае. Вот так и здесь. Муж, жена, но никаких вот смешанных вариантов, когда они еще в каких-то родственных отношениях. Но до того это бывало. Авраам, например, на сестре был жена. Хотя и не на полной, но все же. Не подходи к женщине, когда она нечистаясь за месячных, не обнажая ее срам. Это уже было про нечистоту, но здесь это сказано еще раз. Не ложись с женой ближнего, не изливай в нее семя, не оскверняйся с нею. Тоже довольно понятно. Здесь уже запрещается прелюбодеяние. Казалось бы, оно странно идет после такого списка. Но сюда относится все, что вот к сексуальным отношениям так или иначе принадлежит. И вдруг детей своих не отдавай молоху, не оскверняй имя твоего Бога. Я Господь. Отдавать молоху. Молох – это языческое божество. Вероятно, приносить их в жертву. Может быть, отдавать куда-то в храм на служение. Здесь это при чем? Или это тоже какие-то сексуальные оргии имелись в виду? Не исключено, но не обязательно. Наверное, здесь просто язычество уподобляется вот этому самому нарушению супружеской верности. Когда, служа другим богам, израильтянин тем самым как бы берет себе чужую жену, забывая о своей. Вот такая параллель. Не ложись с мужчиной как с женщиной – это мерзость. Не совокупляйся с животным, оскверняй себя, и пусть женщина не отдается животному. Это гадость. Но это обращение к мужчине, конечно, поэтому здесь именно мужчина на первом месте. Но, соответственно, запрещены гомосексуализмы, зоофилия. Опять-таки, как нарушение какого-то ясного и четкого принципа, что сексуальная жизнь – она между мужчиной и женщиной. Понятно, что сегодня люди спрашивают, а что такого, если люди любят друг друга, если они такими родились? И, пожалуй, вот в этой парадигме логического ответа «почему нельзя» нет. Но в картине мира, которая в книге «Левит», он очевиден. Вот есть мужчина, есть женщина. И, соответственно, есть брак между ними. Все то, что выпадает из этой картины – это нарушение изначально за одного порядка вещей, и поэтому оно запрещено. Какую картину мира выбрать – это вопрос не ко мне, а к каждому из людей. Не оскверняйте себя такими делами. Всем этим оскверняли себя народы, которых я изгоняю, расчищаю вам место. Тоже очень важная мотивировка. То есть, вы, мой народ, говорит Господь, у вас все по-другому. Казалось бы, почему свининки не поесть, а она очень вкусная? Почему разные другие вещи не сделать, они тоже очень приятные? А потому что вот вы, мой народ, вы не должны быть, как все остальные. Из-за них эта земля стала нечистой. Я призвал ее к ответу за грех, и она изрыгнула живущих на ней. То есть, она сама их отторгла. Вот они настолько все это извратили, что уже земля их не терпит. Это, кстати, вот здесь еще до входа в Ханаан, еще до его завоевания уже все предрешено. Причем предрешено не потому, что, говорит Господь, они мне не нравятся, а вы нравитесь, а потому что они так живут, вот они извратили все, и земля уже их не может выдержать. Вы же должны соблюдать мое предписание, мои законы. Пусть никто из вас, ни коренной житель, ни живущий среди вас переселенец, не делает таких мерзостей. Те, кто жил на этой земле до вас, делали все эти мерзости, и земля стала нечистой. Да не будет такого, чтобы эта земля из-за вас осквернилась и вас изрыгнула, как изрыгнула она тот народ, что обитал здесь перед вами. Всякий, кто делает такие мерзости, будет истреблен и отторгнут от народа своего. Соблюдайте мое установление, не следуйте тем мерзким обычаям, по которым здесь жили до вас, не оскверняйте себя ими. Я Господь, ваш Бог. Вновь такая очень долгая и подробная мотивировка, чтобы уже вот как-то пронять, потому что те вещи, которые связаны с половым влечением, они, конечно, очень сильны, и так просто от них отказаться, как от свинины, например, наверное, не получится. Нужна какая-то такая мотивировка глубокая и серьезная. Ну, тем самым мы переходим к вопросу отношений между людьми, причем далеко не только сексуальным, и в 19 главе эта тема продолжится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok